Ребята, всем привет! Я рад вас приветствовать на канале Дневник Рыболова. Сегодня прекрасный день, прекрасное утро. Я выехал на водоем, чтобы протестировать и сделать обзор на Эхолот Диппер Про Плюс. Это самая топовая модель на сегодняшний день. Вот как он работает, сегодня я все покажу. Итак, ребята, начнем с самого основного. Вот он, сам Диппер. Это беспроводной Эхолот, умный Эхолот. По одной простой причине, потому что можно работать с ним как с берега, так с лодки. И зимой и летом этот Эхолот будет незаменим для рыбалки. То есть, его компактные размеры позволяют его свободно перемещать, перевозить. Ничего дополнительного не нужно. Он маленький, вес всего лишь 100 грамм. К этому сонару еще есть дополнительные аксессуары. То есть, в моем случае, это кронштейн, крепление для лодки, чтобы можно было с лодки рыбачить и смотреть. Но это все по порядку. Защитный чехол от воды, чтобы, мало ли, дождь, снег, вы могли, ваш смартфон должен быть защищен быть. Естественно, сам сонар. Потом, крепление бабочка для удилища, чтобы вы могли свой смартфон установить непосредственно на удилище. И верхняя крышка дополнительная для ночной ловли. Все это по порядку я вам покажу и расскажу. В чем преимущество данного Эхолота? Эхолот вы можете, не имея лодки, не имея никаких дополнительных плавсредств, с берега пробить глубину на дистанции, только вслушайтесь, 100 метров. То есть, делайте максимальный запрос. Я сомневаюсь, что кто-то бросает на такие расстояния. Но даже если бросаете, ребята, 100 метров. Это очень серьезная дистанция. Дальше, в чем фишка данного Эхолота? Если вы, допустим, находитесь на каком-то большом водоеме. Ну, нашли вы яму, хорошо отловились. Но потом приходите на это место и теряете это все. Данный Эхолот, данный Эхолот, у него есть GPS-навигация. Он запоминает все рыбацкие точки. То есть, он вас снова приведет на то же место, где вы успешно отловились. Как же он работает? Данный Эхолот работает так. Он связывается с вашим смартфоном. Смартфон может быть любой, не обязательно новейшей модели. Также, если у вас iPhone или обычный смартфон с поддержкой системы Android, Эхолот свободно с ним связывается. В чем фишка данной модели? Deeper Pro Plus. Теперь в нем встроен Wi-Fi. Если раньше был Bluetooth, а вы сами понимаете, что такое Bluetooth, это маленькое расстояние. Нас это не устраивает. Плюс Wi-Fi бьет. Заявленное расстояние 100 метров. Мы это все сегодня проверим. В чем фишка для зимней рыбалки? Вы пробурили лунку, поставили Эхолот, проверили, есть рыба там или нет. Если рыбы там нет, вы будете следующим. Вы не теряете время. Это его плюс. Как он работает? На данном Эхолоте есть два диода, которые при попадании в воду замыкаются, и он автоматически включается. Никаких кнопок дополнительных здесь нет. Они здесь и не нужны. Он водонепроницаем. Единственный момент. При забросе используйте мощное удилище, чтобы он у вас не улетел. Вещь не дешевая. Вещь хорошая, но не дешевая. Поэтому потерять его где-то на реке было бы очень даже неприятно. Этот момент учитывайте, друзья мои. Сегодня мы будем его тестировать с забросом, с карповиком. Будем пробивать дистанцию. Протестируем его. Проверим его без волны. И проверим его с волной. Его показатель. Допустим, в этом данном водоеме, где уже обзоры, как бы такой офис мой получился для обзоров, я вам скажу откровенно, допустим, дна и глубины до сих пор не знал. Но благодаря этому чудо умному Deeper Pro Plus Эхолоту, Сонару, я сегодня вместе с вами узнаю, какое здесь дно, какая рыба, все остальное. Итак, как же связать ваш Эхолот с вашим смартфоном? Связывайтесь. Заходите в приложение Deeper, умный Эхолот. Установка занимает меньше минуты. Не важно, Google Play это или Apple Store. То есть, все это доступно. Загружаете, устанавливаете, программка работает. Потом эта программка, ваш смартфон или планшет связывается непосредственно с этим сонаром с Deeper Pro Plus. И вы начинаете работу. Есть ночные режимы, есть глубины, есть разные настройки. Что важно знать? Как я уже сказал, включается он при попадании в воду, он автоматически запускается. После того, как вы поработали с данным сонаром, достаете его, протираете, чтобы он был в сухом месте. Если он будет влажным, вы максимально быстро его разрядите. Вот и все. Итак, начнем распаковочку. Вот он, ребята, сам Эхолот. Вот такой вот шарик, весом всего 100 грамм. К нему идут дополнительно чехольчик, карманчик такой, для удобной транспортировки. Специальные уши. USB кабель. Заряжается он от USB кабеля. Открывается он просто. Откручивается верхняя крышка. Здесь у нас порт находится, где вы можете заряжать данный гаджет. Дальше. Закрываем. Дальше у нас идет бабочка, крепление для удилища. выглядит она вот так. Это все я покажу уже чуть позже. И резинки. Дальше у нас идет дополнительная крышка для ночной рыбалки. Аккуратненько открыть. Она прозрачная. У нее оранжевый цвет. Включаете на смартфоне в программе Deeper ночной режим. И ночью она светится. Загорается специальный диод на ней. И ночью вы видите, куда вы забрасываете, где находится на данный момент ваш эхолот. Дальше. Защитный чехол для вашего смартфона. Он водонепроницаем. Здесь идет три фиксатора. Вот. Вставляете свой смартфон. Закрываете. Здесь липучка. Заворачиваете и приклеиваете. Все. Ваш смартфон защищен. Дальше. Идет кронштейн для крепления на лодку. Он гибкий. Вы можете выбирать данным кронштейном максимальную глубину. То есть выравнивать все на месте. Здесь всего у нас идет скоба. Хомут. Который крепится к борту. И сам кронштейн. Итак, ребят. Начнем мы с заброса. И начнем с теста глубины. И как он работает. И как он связывается с нашим смартфоном. Смартфон, ребята, я использую. Вот обычный смартфон. Это смартфон, который я использую только тупо для квадрокоптеров. Вот для дипера. Вот теперь. Здесь нет симки. Что важно, кстати, знать по поводу момент работы с дипером. Желательно отключайте все настройки. Отключайте всю мобильную сеть, чтобы он не отвлекался кроме вашего дипера никуда больше. И спокойно работаем. Итак, ребят. Поехали тестировать дипер. Так, ребята. Дипер у нас установлен. У меня карповое удилище 3.9. Карповая катушка стоит. И шок-лидер шнур стоит. Чтобы наш дипер не улетел куда-нибудь, не туда, куда нужно. Итак, будем делать сейчас первый заброс. И посмотрим, как этот чудо-аппарат работает. Так, ребята. Все. Эхолотик у нас на месте. Также смартфон уже на бланке стоит. Сейчас мы опустим его в воду. Вот так вот. Все. У нас запустился. Теперь буду запускать сам смартфон. Ищем приложение. Нажимаем дипер. Подключается к дипер про. Идет подключение. дипер обновляется. Первый запуск его. Не знаю, как оно видно или нет. Идет обновление. 6-7 процентов. Обновление успешно завершено. Температура воды у нас 24 градуса. Вот. Программка нам показывает. Хорошая температура. Так. Восстановление соединения. Первый запуск просто, ребят. Поэтому как бы вот так вот. все. 99%. Он сразу начинает показывать глубину. 1,4 метра. Полтора метра. Это стопроцентная информация. Здесь я глубину знаю. Ладно, ребят. Что? Будем делать первый заброс. так. 4,5 метра. Рельеф. Видим зелененькие метки. Значит чистота. Чувствительность сделаем чуть-чуть. Где-то 65. Полностью не будем. Так как если сделать 100, нам будут показывать так иконки рыбы выбираем. Так рыбка уже пошла одна. Начинаю потихоньку протягивать его. Рельеф дна пошел. Все красиво прорисовывается. 3,9 метра. Все верно. Вот рыбка у нас. Рыбок нет. Рыб очень много. А знаете почему здесь такие стаи? Вот сколько рыбы. одна рыбка. Одна рыба. Рыбку видим. больше килограмма рыба. Так теперь рискуем чтобы у нас не улетел смартфон. заброс отлично смотрим что будет показывать сейчас нас диппер сейчас мы уйдем в тень чтобы видеть картинку итак видим там 4 метра заряда батареи у нас 4 метра поехали ребята 4 и 2 4 и 4 холотик пошел 4 и 5 4 и 6 4 и 7 4 и 8 5 метров еще середины нет 5 и 1 метра пошел свол вниз трава пошла так пошла рыбка первая у нас рыбка хорошая 3 и 9 примерно вычисляет 5 с половиной метра 5 и 6 на дне 5 и 5 стоит на дне стоит вся рыбка сразу дает сигнал хорошая стая стоят вместе 5 рыбин поверху идут стаи внизу 6 метров класс ребята рыбу здесь более чем 6,2 метра на середине помните писали что здесь рыбы больше чем воды вот вам пожалуйста ё-моё офигеть это где она вся вот вам доказательства там где мы кормим на столе стоит вся рыба это что-то ребята 6,2 метра возле кормушки на дне стоит кормится вы видели где ему столько рыбы теперь я ему точно верю ребята потому что я знаю что здесь рыбы столько ой-ой-ой-ой-ой сколько же там рыбы стоит на столе ребята 6,2 метра на центре это что-то 6 метров вот вам и доказательства именно все кормушку прошли и рыбы нет 5,7 показывают траву как оно есть на самом деле в общем на столе стоит все рыба 5,3 чувствительность мы не делаем максимально если мы сделаем максимально чувствительность буду даже очень маленькую показывать рыбу сейчас он показывает более-менее крупную на какой глубине она стоит вода 23 градуса 4,9 метра это что-то ребята игрушка для взрослых поймали рыбку второй столб начинается вот так прострелим здесь отлично эхолос специально не двигал стая прошла под ним она забросим почти по тут камыш будем проводить 6,2 метра чувствительность не ставлю на максимальную как бы все мелочок ухватать а сейчас этого более-менее крупной рыбы 6 метров 64 метра на дне 2 пошла стая 6,4 метра это сейчас на центр выходим может чуть-чуть быстрее давайте ускорим процесс так 6 и 5 на середине рельеф дна ровный есть трава идем начинается подъем свал такой идет 5 и 5 47 все пошел на подъем рыбка поверху 2 и 7 ну все верно все рыба на свале стоит так вот камыш блин 100 граммов к летит хорошо далеко 5 и 5 рыба пошла ого ни хрена сего там стоит вот это да стая и размывчатость видно с ними еще мелкие идут на дне где рыба все стоит есть стоит все на глубине стая вверху везде 5,7 метров на середине не вещь полезная это показывает что начинается свал рыба стоит на свале 4,5 метров рыба пошла опять но ровно значит за 5 свал подъем пойдет 23 градуса вода кстати тепленькая пойдет 38 метра вот и рыба пошла видишь на экране рыбы сколько она вся близко а там где маркер стоит я проводил там вообще стеной стоит так ребята вот оно наше спецсредство благодаря ему мы доберемся в дальние дальние секретные точки да мы не сможем добросить это катер друзья мои все сейчас дипер сюда загрузим и везем на максималочку как раз проверим ребята и дистанцию работы данного прибора значит берем пульт включаем забыли 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 ребята забыли мы антенку сейчас установим антенку есть так все включаем аппарат сейчас завезем максимально еще охранных поехали так мы ушли на дистанцию уже это больше ста метров кораблика и не видно уходим в самое гузы на расстоянии 110 метров берет был прерывистый сигнал доходим до сотки 102 метра сигнал хороший так поехали 4 метра вода моментами где-то 23 где-то 24 но это нормально в принципе там есть ключи так пошла рыба так пошла рыба к центру стайка прошла 5 метров выходим на 5,5 все подходим к кормушке ребят все верно начинается подъем 6 метров 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 8,4 11,3 8,4 9,4 12,5 Ребята, вот эта размытость, эта более мелкая Могут пристать, а в эту точку можно свободно забрасывать фидер или карповик Рыба есть, рыбы много 6 метров, глубины достойные, в принципе, яма есть Это метр от берега происходит, ребята, на полтора Ну все, это уже мостик Как я уже говорил, после того, как достали диппер из воды Вот они, два контакта, их необходимо сделать сухими И он автоматически отключится Так, чтобы не тягать за собой лодки В моем случае, видите, у меня есть кораблик Сейчас протянем на нем вплотную, без удочки Зачем заморачиваться Сейчас прикрепим к пульту смартфон И будем смотреть глубину Все, поехали Так, отправляем кораблик Давай, плыви Вот как раз проверим, как он по волнам работает Наш диппер Все, отлично Диппер подключен Видит рыбку Отлично Так, 4,5 метра Есть рыбка А котирок Отрабатывает свою И удочку не нужно 4,4 4,3 метра Рыба есть Так что, вот так вот, ребята И при помощи катера На букселе, который тянет Есть рыбка Еще вариант, ребята, возможен Поставим перегородку сюда И поставим, прикрепим Кананштейн сбоку По волне Так, серединка 6,4 6,5 Пока больше 6,5 Я не нашел ямки Рыбку уже нашли Рыбка есть В общем, знаете Целый день провел С этим аппаратом Остался реально доволен Честно скажу Фух, жарковато, правда Нужно все изучать Нужно все буквально изучать Тут максимальная глубина Которую он пробивает По паспорту 80 метров Представляете, глубина Только вдумайтесь 80 метров Что касается дальности полета 108 метров При помощи кораблика Я завозил со 108 Рыбка пошла Он начал работать На 120 он заглох Но опять же Был полный штиль По волне Почему-то предполагаю Что соточка Это будет в натяжку Рыбка стоит на дне Вот Он, ребята Это двухлучевой Вот GPS заряжен Вот Делает частота Сканирования У него, по-моему Если не ошибаюсь До 15 секунд Фух Шарко Так что вот так И дороги Потом по паспорту Он, по-моему От Минус 20 До Плюс 40 Это его идеальная работа Так что аппарат Неплохой, ребят За одно видео Я вам все Не покажу Не расскажу Сами понимаете Почему Потому что Еще нужно Разобраться Как работает GPS Как все работает Но Уже допустим Я знаю реально Где здесь ямки Где какие уклоны Где в основном Стоит рыбка Вот Поэтому Как бы вот так Так что, ребятушки Ждем новых видео Уже будем тестировать На лодке Ну и уже в рыбацких условиях Так что всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok